Итальянская точка зрения Евросоюза, потому что они боятся чего-то потерять из того, что у них уже есть. Далее. Есть наоборот. Бедные страны, да, вот Италия, Паня, там они просто винят Евросоюз в том, что они уже потеряли из-за того, что существует Евросоюз. Слушайте, есть ли богатые страны против Евросоюза, бедные страны против Евросоюза? Давайте как-то надо объясниться. А кто за? А кто за? Вы меня спрашиваете? Нет, ну, как бы вопрос риторический. Нет, у вас нет. Я понимаю, что... Подождите, Геворг. У меня ответ есть. Я вот почему так понимать и слушаю, потому что Марк очень образно, но точно формулирует. И я хочу поэтому вас спросить. Вы сами на ваш вот этот риторический вопрос, тем не менее, ответить можете? Я отвечаю, что существует определенная евроатлантическая олигархия, которая уже является транснациональной, наднациональной. Тот же самый Юнкер, неважно, он там люксембуржец, немец, француз. Это никого не волнует. Есть определенная каста. И вот эта каста, она... Хорошо, Геворг категорически с вами не согласен. Я, по счастью, не согласен, потому что целый ряд, целый ряд бедных стран Евросоюза категорически против выхода из Евросоюза, поскольку они за счет нахождения в Евросоюзе получают деньги в бюджет. Но это про страны Прибалтики вы сейчас говорите. Что? Восточная Европа. Не только. В Восточной не видел. Венгрия. Италия все-таки это часть завтра. Я вот делаю для себя потрясающее открытие, что оказывается Европа в руках левоцентристов. Я вот как-то я этого не замечал. Да, действительно, сейчас левоцентристы в Италии, но где, кстати говоря, Берлускони, который какими-то коммунистическими симпатиями никогда не отличался, рулил в 20 лет. И это прекратилось в 2011-м. То есть, ну, сравнительно недавно, да? И во Франции тоже левоцентристы. Меркель, госпожа Меркель, я понимаю, конечно, она бывшая комсомолка, но все-таки она в христианодемократ... Нет, это действительно так. Ну, вправду, вправду, конечно. Но она все-таки в христианодемократической партии. Это правоцентристы, правильно? Так. Дальше. Правоцентристы в Англии, правоцентристы народная партия в Испании. Тут принцип совсем другой. Сейчас, Георг, подождите. Те, кто у власти, независимо от того, правые они, левые, но они все равно ведут определенную политику, как бы, за... Ну, как бы... ...за сохранения Евросоюза. Все те, которые в оппозиции, до того, до тех пор, пока они не станут тоже правящими, но до того момента, в оппозиции он выступает против. Тогда, Марк, бедные европейские жители, получается, что, да, кому... Вопрос, коллеги. Скажите, пожалуйста, каким образом правоцентризм Меркель заотносится с ее позицией по мигрантам абсолютно левой? Приходите, кто хотите, примем всех, и так далее. Понятно. Ну, то есть, Меркель, оказывается, все-таки осталось комсомолкой. Хорошо. Марк, хорошо. А вот ваше мнение мне интересно, вот, относительно вот этого заявления. Действительно, вот такой вот, может быть, путь самоочищения Европейского Союза это выход, может быть, действительно скинуть балласт вот те страны, которые не хотят, не могут сейчас тянуть на себе эту лямку? Вы знаете, это все, да, более знакомое, на самом деле. Вот, даже внутри одной и той же страны, ну, вот, в свое время фламандцы и волонцы, да, вот, постоянно считали... Они до сих пор считали балластом. Ну да, он более достоин, да. В Италии всегда, Северная Италия считала балластом Южную Италию. Это, на самом деле, есть только одно слово, чтобы это определить. Будь то на европейском уровне, будь на национальном уровне, это называется провинциализм. Только и всего. АПЛОДИСМЕНТЫ Да кто задал этот вопрос? Германия! Нет, поэтому... Нет, нет, да. Вот не то, что Германия, но они со французами хотят держаться в Европу. Вот, на самом деле, вот то, что вы говорите, значит, когда русские там будут наступать, мне кажется, что вот Марк, он ответил, на самом деле, может быть, он так не думает, что его ответ сейчас к этой ситуации подходит. Вот это как раз провинциализм, да? Вот когда вы сейчас вот тут подходите, спасибо большое, что русские будут на вас там наступать. Какой будет нынешняя европейская весна? С хакерами или без хакеров? Да, с хакерами или без хакеров? Ну, во-первых, первый вопрос, будет ли? Действительно, зима затяжная? Да, вот именно. Но если будет, ну мы же здесь слышали вот нашего польского товарища, мы слышали здесь французских друзей. Согласитесь, позиции абсолютно разные. Если будет эта весна, то я думаю, она будет очень тревожной. Будем надеяться, что это обойдется без крови, в чем я вовсе не уверен. Но мы живем очень интересные времена. Хорошо. Томаш, тогда давайте. Спасибо, что вы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok